В 8 часов утра стартуют выборы президента России. Сколько избирательных участков будет работать в нашем районе, как будет организовано голосование, нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Славинская Анатолий Чумаков. Выборы состоятся с 15 по 17 марта. Выборы организованы именно в течение трех дней для удобства избирателей, чтобы каждый избиратель мог проявить свою сознательность, прийти на избирательный участок в один из трех дней, когда кому удобно. Заработать в день выбора у нас будет 68 избирательных участков. Все участки у нас оснащены необходимым оборудованием. Проведены ряд обучающих семинаров с председателями участковых, заместительными секретарями. Весь необходимый материал для работы участковых избирательных комиссий у них на руках имеется. Все избирательные участки готовы полностью. На всех участках имеются у нас тревожные кнопки. Также на 44 избирательных участках у нас установлены видеокамеры с прямой трансляцией в интернет. На всех остальных избирательных участках также будут установлены видеорегистраторы, камеры, ноутбуки. Именно съемка будет вестись в течение трех дней круглосуточно. Это для того, чтобы выборы прошли честно, без всяких нарушений. Голосование вне помещения организовано на сегодняшний день. Любой избиратель может обратиться в участковую избирательную комиссию до 14 часов 17 марта. Заявления принимаются. Поэтому по принятым заявлениям будет организовано голосование непосредственно на дому. Это может подать заявление по состоянию здоровья, допустим, инвалиды. Может быть по уходу за больными, за детьми и так далее. Ну там по уважительным причинам. Поэтому любой избиратель может у нас опубликованы в средствах массовой информации. И на сайте у нас есть номера телефонов участковых избирательных комиссий. Может каждый позвонить и подать заявку. Не обязательно идти на избирательный участок. И обеспечит непосредственно голосование в течение трех дней. Кому когда удобно. Уважаемые избиратели, убедительно просим вас с 15 по 17 марта прибыть на избирательные участки и отдать свой голос за одного из кандидатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова